Всем привет! С вами Слава Игрушкин и сегодня я хочу показать вам вот таких коков. На самом деле, это марка DeFalucine. Не знаю точно, как ее читать. Ее можно узнать по вот этому логотипу. Это, на самом деле, считаются они аналогами Барби. Но вот конкретно этот сет я бы счел откровенной и наглой подделкой. Потому что, если найти не DeFalucine Sisters Skating, а Барби Sisters Skate, мы увидим сет, который практически один в один выглядит как вот этот. DeFalucine это очень распространенный аналог Барби. Он очень дешевый и при этом вполне качественный. Я часто его вижу в магазинах, но именно этот сет я решил купить, он меня заинтересовал. Наличие в нем вот этой младшей сестры. Эта младшая сестра встречалась в отдельной коробочке, в маленькой, в обычном платьице. Она мне показалась интересной, потому что у нее было маленькое тело. Но это не было тело братца, которое вот уже где сидит. Это было действительно другое тело, интересное. И это тело сестры Барби Стейси. И на самом деле вот эта вся кукла, полная копия Стейси из линейки Барби. Второй по возрасту младшей сестры, после Скипер, Скипер старше. Тогда я не купил маленькую. Я видел сет просто двух сестер, где они в обычных платьях. Тоже как-то, ну, вроде хотелось, а вроде бы и не надо. Стоило там 300 с чем-то. Это стоило 266 рублей. И очень интересный сет с очень интересными аксессуарами. Я решил наконец-то взять ее и узнать, что же такое Дефа Люси. Люси. Не знаю. Вот так это пишется. Везде одинаково. То есть это не какая-то единичная подделка, которую так выпустили волной и все. Это, ну, тут даже R стоит. То есть это аналог. Это зарегистрированный реально бренд. Сзади такой милый сестринский комикс. А вот, кстати, Дефа Люси, Big Sister, старшая сестра. И Перл, Little Sister, ну, маленькая сестра, младшая сестра. Перл, она зовут, это значит, жемчужина. Хотя в оригинале зовут Стэйси ее. И тут Люси говорит, катание на роликах это хороший спорт. Сетришка говорит, да, я люблю кататься. Погода сегодня очень подходящая для катания. Все счастливы. Вот такой совершенно незамысловатый сюжет. Но коробка вот эта почти не отличается, кстати, вот от оригинальной коробки с Барби, которая тоже с сестрой. Она часто выпускается, Барби, с Стэйси. А Скиппер выпускается с Челси, с самой маленькой. И в той коробке, в оригинале, они расположены точно так же. У Барби розовый шлем и ролики в том сете, но есть вариант этого сета, где наоборот, розовые ролики и шлем на Барби. Вот все в деталях. Весь костюм скопирован. То есть, вот эта полосатая ткань, там так же. Сверху прозрачно, там так же. Лямочки, там так же. Вот такой вот крой, там точно так же. Черный бантик вот здесь, все точно так же. Аналогично и со Стэйси, который здесь, Pearl. Вот эта вот верхушка розовая, вот эти леггинсы с фиолетовой подшивкой, вот один в один. Только рисунок вот этого платья отличается, хотя он тоже цветочный, по мотивам. Самое-самое удивительное для меня, что она в руках держит розовые очки. Точно так же, как держит в оригинале розовые очки сестра Барби. Просто вот рюкзачок, там тоже есть рюкзачок этот. Вот просто вот поразительное сходство. Вот эта рамка розовая, тоже скопирована. Вот там в оригинале сидит пудель, здесь зебра. Дерево скопировано по стилистике, где листья сердечки. И сзади там, не знаю, может, вы же увидите, замок для уж пущей важности. Очень просто все крепится. У куклы есть даже браслетики на руках. В оригинале у Барби есть браслет. Наверное, это первое видео, где я появляюсь в той же рубашке, что и в предыдущих видео. Пока я не повторялся, но все когда-то начинается. Все когда-то бывает в первый раз. Так, здесь пластиковые. Вот чем отличаются более качественные подделки. Вот этим пластиковым штукам, держащим ноги. Ноги примотаны прозрачными маленькими резиночками. Эти резиночки здесь всюду. Вот эти резинки. Вот маленькое тело с плоской подошвой. Потому что дети не носят каблуки. Так. Мы принимаем более жесткие меры против этих резинок. Господи, как же их много. Давай. Что интересно. Я на самом деле очень надеялся, что обувь этих кукол подойдет скипер. Но она не подошла. Вот здесь такая интересная подложка. По форме лежащих там кукол. Вот такой фон. Вот эта рамка вот так выглядит сзади. Вот прям постарались на слабо, конечно. Рюкзак тоже приделан резинкой к руке. Люси. Будем так ее называть. Вот. Шлемы у них написано Дефа здесь. Ну и второй, конечно, такой же. У Стейси в оригинале написано Стейси на шлеме. А Барби я уж не разглядел. Казалось бы, ноги у кукол разные. И казалось, что обувь у них тоже должна быть разная. Но по виду она была одинаковой совершенно. Я решил, что... Я думал, что все-таки будет разная обувь. Потом осмотрел, что она одинаковая. Думаю, как так? Абсолютно идентичные ботинки. Но оказалось, что все-таки у Стейси ботинок обычный. А у Барби здесь залита так пластмасса под углом, чтобы... Называю их, кстати, именами фабричными, а не подделочными. Привычка. Чтобы нога влазила, здесь изменен внутри вот этот вот подъем. Он как бы не видим, но он есть. А в целом подделка вот эту Барби вроде хорошая. У них классные тела. Не дутые, не пустые. Такие весомые, приятные в руке. Много волос по вот так вот просто хвосту. У нее есть пробор. Ну, прошивка, если честно, я ожидал большего от этого аналога. Но прошивка не очень. И то, что отличает подделку часто от оригинала. Это вот сразу не видно. И даже вот после бывает не видно. Но все-таки есть такая особенность у поддельных голов, когда чувствуются какие-то вот точки именно как неравномерность самой резины. Какие-то ее составляющие компоненты. В нее даже, видите, клеймо собственное стоит на затылке. Ну, я думаю, что если куклу эту расчесать, не видно будет совершенно никаких недостатков. Вот у меня вот эта дефа Люси, конкретно самая большая кукла, вообще не интересует. Ну, раз уж на то пошло. Вот такая вот эта кукла. Но она не хуже Барби телом. У нее даже очень естественные формы. На два щелчка гнется нога. А что мне было интересно, так это наконец-то получить свою поддельную Стейси или сестренку Дефы. О, здесь опять под одежду заведена проволока эта. Раз уж на то пошло, давайте уж посмотрим. Очки резинкой примотаны к руке. Pearl звали дочку у мистера Крабса в Спанчбобе. Вот такая. Штаны без... Застежки. Вот, собственно, вариант младшей сестры. Вот так вот по росту, вот пятка к пятке. Видно, что она сильно меньше нее. Мне кажется, она позиционируется как 10-12 лет, хотя по виду ей меньше с таким-то ростом. И лицо у нее полная копия Стейси, на самом деле. С паршивкой все примерно так же. У них, кстати, русые волосы такие здесь, светло-русые. Хотя в сете, где они сестренки, а там волосы у них более блондинистые. Вот такая мило улыбающаяся девочка. Подойдут ли ей очки, которые она с собой таскает зачем-то? Ну, терпимо. В оригинале эти очки с сердечками идут, линзы. Они подходят вполне себе. А Барби они подходят? Ну, они не совсем подходят до ушей из-за волос. Нет, плохо сидят. На спине мы единчайно и все. У Перл на спине нет ничего. И на затылке нету надписи ДФА или что там было. Зацепилась волосами за липучку. Вот это вот я себе оставлю, конечно, куколку. Она очень интересная. Она очень особенная. Она будет у меня с моей рядом со Скипер. Потому что Барби я, в принципе, не собираю. Но вот такие маленькие куклы. Я не знаю, хотел бы я, может быть, ей другого цвета ботинки. Но они ей не совсем подходят. Кстати, о ботинках. Видите, вот это вот перемешивание цветов. На самом деле, все это разбирается. Снимаются колесики. И их можно переставить. Под розовую подошву. Ну, розовую под розовую. А фиолетовую под фиолетовую. Вот так можно сделать. А еще переставляется непосредственно сама подошва. Поэтому можно сделать полностью одноцветный ботинок. Розовый или фиолетовый. Это уж на вкус и цвет. Можно сделать просто ботинок, а не ролик. Вот это вот классная черта, что не обязательно кукле быть навеки такой несчастной. На колесиках не постоять, не передохнуть. Вот, пожалуйста. Чтобы взять другую обувь другого цвета фиолетовую для нее, пришлось бы купить еще один такой же сет. Несмотря на то, что он недорогой. Всего лишь 266 рублей. Это для двух кукол. Дефа одна стоит 100 рублей в коробочке. Ну, 110 там, я не знаю, с копейками. Но вот эта маленькая стоила 170 в прошлый раз в другом магазине. В принципе, все очень так... Для игры это, мне кажется, чудесный вариант. Меня просто поразило, когда я увидел оригинальный сет в сравнении с этим. Так. И у нее есть рюкзак фиолетовый. Ух ты! Здесь лямки... Ого! Вот так, где ты? То есть, они защелкиваются на пимпочку. Поэтому они крутятся очень практично. И сами лямки загнуты. Так интересно, что просто надев рюкзак и на спину, он будет на ней отлично лежать. Вот. Он может вот так на одно плечо быть. И он прям по форме садится. Это удивительно. Так. Как сделать, чтобы он был на обоих плечах? Так. Вот. Ну, чудо. Может быть, надо было взять другой сет. Был бы розовый тогда рюкзак и фиолетовые ботинки. Ой. В общем, тут я понасобирал уже. Сейчас вернем колеса на место. Посадим ее на колесики. Отденем мачки. Посмотрим в целом на то, как она выглядит. Вот такая. Очень-очень симпатичная кукла. У них нет подставок, конечно. Да и вряд ли с какой-то оригинальной Барби. Часто идут подставки. Расческу я не взял. Наверное, придется детей. Кстати. Кстати. Шлем это разные. Тоже. Для Барби он больше. У него длиннее застежка. И более массивная. Но все-таки я-то думал, что они там наштамповали одного и того же и кинули. Нет. Сейчас думаю. Я взял ради того, чтобы рюкзак в итоге был сиреневый. Дочнее, здесь он фиолетовый. Но у меня сиреневый любимый цвет. Один из двух моих любимых цветов. Стейси такой улыбашки. В смысле, Перл. Идет розовый. Она все-таки, как и в оригинале, сестра Стейси, она больше похожа на Барби. Она хочет быть как Барби. Барби сестра для нее идеал. А для Скипер, например, которая у меня оригинал, сестра Барби скорее такой, знаете, не то что антипод. Просто там подросток совсем. Она пытается отличаться от нее. Что меня и привлекает. У нее здесь нога тоже. Один щелчок гнется. И в оригинале у этого сета такая особенность, что ноги шарнирные. Они совсем сгибаются. Здесь, конечно, такого нет. Куклы обычные. Зато очень интересный аутфит. Вот эту несчастную дому. Тоже оденем. Я не знаю, что я с ней делать буду. Куда девать. Она мне совершенно не нужна. Уж извините, там не знаю, любители Барбей. Или подделок Барби. Хотя я наблюдаю, что подделки Барби не нравятся почти никому. Никто особо на них никогда не смотрит. Так, как на монстров. О боже, это же монстры. Поэтому, я не знаю, о чем думают производители. Производили бы поддельных монстров уже тогда. А вот напишите в комментариях, как вы относитесь к подделкам Барби. Мне интересно. Кого не интересует. Аутфит, конечно, классный. Знаете, я видел сет, где стоит Тефа. Люси, вот это. И вот такая большая коробка. И куча-куча платьев. Когда видишь обычно китайских, совсем плохих кукол. Они дутые, они плохие. И платья у них в фантике. Как будто, знаете, ты съел пачку конфеты, фантики сунул, мусор в эту коробку. Вот тебе коллекция весна-осень 2014. А у вот этих кукол, при не сильно большой цене за этот большой сет, платья все разные. Все качественные. Интересные. Для ребенка, мне кажется, это классная вещь. Переодевать их. Вот. Такая моднявая девушка. Мне очень нравится сестренка. Сейчас мы узнаем, стоит ли она. На своих двух. Наверное, при большом желании можно добиться того, чтобы она стояла. Вот, в принципе, стоит. О, с Барби это уже, наверное, проделать не удастся. Ну, без Барби, без Люси. Я не понимаю, кстати, как состоит, из чего состоит ее имя. Дефа Люси. Мне кажется, Люси имя, а Дефа что-то, что-то должно значить. О, Хэппи Дефа Систерс. А, Hand in Hand under the clear sky. Счастливые Дефа сестры. Рука в руку под чистым небом. Дефа, может быть, это фамилия? Не знаю. Вот такая маленькая куколка, которую я ставлю себе. Всем спасибо, если вы все-таки досмотрели этот скучный обзор. И скажите мне, пожалуйста, что значит я мало говорю? Что вы хотите слышать? Я мало описываю куклу или я мало треплю языком? До свидания.